День, когда весна, в душе, на лице улыбка, а в руках цветы. 8 марта для мужчин лишний повод выразить признательность своим женщинам. Мы вышли на улицы города, чтобы собрать пожелания самым дорогим и любимым. Кому вы покупали цветочки? Сестре. Не только счастья, здоровья, успех. И 8 марта я хочу поздравить. Семнеродный женский день. Для любимых женщин сегодня праздник большой. Всех поздравляю. Мы вспомнили для них парижский вальс. Вот этот вот такой маленький букетик отдельный, он у нас у родителей сегодня 52 года совместной жизни. И тут две племянницы, теща любимая и брата старшего, жена. Едем праздновать, тихонечко сядем. Нет, отметим 52 года совместной жизни. Между прочим, у меня жена семейная женщина, она больше как бы все в семью для семьи. Так что у нас получается так, что идем, дорогая, выберем цветы. Она не хочет, говорит, цветы, я хочу в горшке цветок. Какой? Я не знаю, я должна видеть. Бутовая техника, это у нас без разговора, это мне надо и даже не обсуждается. Если она говорит, что мне надо, она даже не обсуждается. Вообще это самое хорошее отношение. Чтобы ее понимали, чтобы ее поддерживали в любой ситуации, в любых начинаниях. Чтобы она не думала, чтобы она не начинала, везде надо ее поддерживать. Практически везде лучше, конечно, с ней соглашаться. Дочерям. Младшая точно желтые любит. Тюльпаны? Ну, тюльпаны самые весенние, самые восьмомартные цветы, наверное. Женщина прересила любви, мира сейчас. Ну и такого, как бы, знаете, как Солгайдар в свое время, что такое счастье, каждый понимает по-своему. Именно того счастья, которое нужно каждой конкретной девушке, женщине, девочке. Так что пусть будет то, чего они хотят, о чем они мечтают, о чем думают. Мама заказала какую-то там бытовую технику, что-то еще, что-то. С дочерьми сложнее, они маленькие что-то придумывают. Но мы что-то вместе договоримся, что-то придумаем, чтобы... Они уже, к сожалению, чуть больше, и надо спрашивать. Спрашивать, чтобы им понравилось. Вы столько красивых цветов купили. Так женщин много. Внучки, мамы, всем здоровья, мира, счастья в семье. Женщинам, чего еще, достатка. Маме, конечно, счастье, здоровье. Самое главное, чтобы счастливые были и здоровые. Что для вас значит мать? Ну, мать – это самое главное. Самое главное в свете то, что на самом деле она меня родила, она меня вырастила, она меня воспитала. Это самое главное. Первым делом мать. Самое главное – здоровье. Здоровье, счастье, любви, семейного счастья – самое главное. Я считаю, что самое главное – внимание, а не какой подарок. Вы уже женщину свою поздравили? Да, поздравил, конечно. Цветы, тюльпаны, кому какие, кому гиацинты, кому тюльпаны, кому фиалки. А сейчас приехал поздравить тетю и дочь, и внучку хочу поздравить. И вас поздравляю с наступившим праздником весны. Женщина для меня – это красота, женщина для меня – это любовь, олицетворения весны, радости, красок, ну и всего самого доброго. Жизни на земле главное. Чтобы они были такими же здоровыми, красивыми, привлекательными, обаятельными. Чтобы любили нас, а мы их. Вы пришли цветочки покупать? Да. Кому? Жене. А что вы ей кроме цветочков еще подарили? Из ювелирных украшений. О, это хорошо. Да. Уже купили, нет? Да. А что это? Колечко? Нет. Серги. Самое главное – любви в этот день. Что же еще? Ну, конечно, поздравил. Телефоны, цветы, букет цветов. Что для вас вообще значит женщина, мать, сестра? Это божественно, это женщина, это красота в нашем мире. А мать – это самое красивое, самое надежное и самое светлое, что у нас есть. Быть оптимистами, быть всегда жизнерадостными, всегда, чтобы им был успех в жизни. И не знали они слез и горя. Это очень хорошая традиция – женщинам дарить цветы в этот весенний день. Чтобы все женщины оставались молодыми и были красивыми и счастливыми. Мамам, любимым всем. Женщина – это, как бы сказать, начало жизни, так сказать. Вот, поэтому поздравляем их в этот день, желаем им всего самого наилучшего, счастья, любви, мирного неба над головой. Ну, и самое главное, чтобы близкие всегда любили. Шарики и игрушку. Ну, одновременно плед, подушка, все в одном плече. Еще пледик внутри. Я желаю счастья и возможности получать удовольствие и удовлетворение от своего любимого дела. Я знаю, что любят игрушки, знаю, что любят что-то тепленькое, пледик, и я умудрился найти все в одном. Понравился подарок? Да, я в восторге. Обожаю все мягкое, еще и теплое.